Нагадай свое счастье! Здравствуйте, мои дорогие и любимые! С вами снова канал Школа Таро Альвиен. Я Карина, Таролок и практик. Сегодня мы с вами погадаем на Таро Золото икон на замечательную тему Будете ли вы менять работу до конца этого года. Гадать можно абсолютно в любое время. У нас с вами будет три позиции. Видео всегда актуально в момент, когда вы его смотрите. Даже если оно записано много лет назад, вы его нашли на просторах интернета. И значит оно актуально для вас прямо сейчас. Будете ли вы менять работу до конца этого года. Даже если вы не планируете менять работу. Может случиться всякое. Все это знают. Чистый расклад на стабильность. Ну и многие планируют, конечно. Итак, первая карта покажет ваше текущее состояние на работе. Будете ли вы менять работу до конца года. Первая позиция горный хрусталь. Вторая позиция флюорид. Третья позиция тигровый глаз. Первая, вторая, третья. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте. Потом переходите на свой тайм-код. А мы с вами начинаем с первой позиции. Остальные я убираю в сторону. Будете ли вы менять работу до конца этого года. Горный хрусталь. Первая карта. Ваше текущее состояние на работе. Это суд. Суд. Это момент, с одной стороны, чаще всего реабилитации, возрождения. Но с другой стороны, принятие важного решения. Понимаете, эта карта, она кармическая. Она показывает частое исполнение кармы. Поэтому, как говорится, что посеешь, что и пожнешь. Если вы на работе старались, если всячески рвались к тому, чтобы у вас все было там хорошо, чтобы был карьерный рост, чтобы вы получили уважение коллектива, скорее всего, вы получите свои результаты. Но если вдруг что-то было не так, например, воровство на рабочем месте, нарушение сроков сдачи отчётов, нарушение техники безопасности, соответственно, вы получите и здесь свои плоды. То есть эта карта, она вас даёт как бы по заслугам. Если вас обижали, те, кто вас обижал, ну несправедливо, да, будет наказан, а вы получите всё самое лучшее. То есть всё зависит от вас. Но на самом деле, это очень позитивная карта. Если вы, ну так скажем, были хорошим, то вы получите действительно всё самое лучшее, даже если кто-то относился к вам плохо. Но чаще всего, да, текущее состояние на работе, что работа вам по судьбе, во-первых, да, то есть эта работа как-то отражает вашу внутреннюю суть и миссию в жизни. И с другой стороны, это может быть тяжеловатая работа, но, допустим, по душе, и как реабилитация, возрождение в чём-то идёт. Ну, допустим, вы спорили с кем-то, вы были правы, тогда это будет сразу же выяснено. Хорошо, давайте посмотрим. Будете ли вы менять работу до конца этого года? Вышла карта «Семёрка кубков», вышла карта «Десятка мечей». Вы знаете, эти карты показывают, что вполне возможно, что вы будете менять работу до конца этого года. то есть идёт ситуация, когда от вас будет требоваться что-то, чего вы выполнить, возможно, не можете, когда нужны такие идеи, которых вы родить не можете, воспроизвести в голове. То есть это уже прыгнуть выше своей головы, как говорят, нужно. Слишком много может оказаться требований от вас или какая-то задача, которую невозможно выполнить с вашей стороны. И также эти карты могут показывать сокращение, например, как увольнение по сокращению, но тогда это с содержанием всегда бывает. Но тогда это как приказ свыше, или государственный приказ, или, допустим, с руководством предприятия нужно часть работников сократить. Но то, что вы будете менять работу до конца этого года, по этим картам это да, конечно. Давайте посмотрим, куда вы двигаетесь. Конечно, тут может быть по своему желанию, но опять же в связи с чем? То, что вы говорите, это мне не подвластно, я уже больше здесь не могу справляться с этими обязанностями. То есть вы тогда будете из-за этого уходить. Шестерка мечей и рыцарь Жезлов, ну, кавалер здесь, да, кавалер Жезлов, показывают, что, возможно, ваша новая работа будет требовать много энергии, да, но, с одной стороны, может быть связано с переездом, переездом, разъездами или работа в другом городе или на расстоянии от того места, где вы находитесь, но она действительно вам позволит быть более, там, свободным человеком, быстрее добиваться целей и карьерного роста, новая работа позволит, да. Я не могу сказать, что у вас сильно будет, допустим, больше доход, но, с другой стороны, есть куда расти. Избавляет ваша новая работа вас от ряда проблем и трудностей. Да, действительно, вы практически сразу найдёте новую работу после того, как вы либо уволитесь, либо будете попадать под сокращение. и, да, новая работа такая подвижная, энергичная, но всё-таки вам будет нравиться. И вам там есть, куда вкладывать свои силы, свою энергию, задачи более простые. Нет такого, чтобы от вас требовали невозможного. И на новой работе будет такая перспектива работать долго, повышаться, да, ну и не будет риска такого большого, что вас сократят или уволят. Или там будет, допустим, начальник самодур. То есть там будет всё нормально в этом плане. Шестёрка мечей всегда избавляет от проблем, поэтому вот такое чувство, что вы какую-то карму на этой работе отработали, да, хоть она вам и по душе может показаться, но какую-то карму вы, да, отрабатываете, получаете там, да, то, что вы какие-то плоды можете получить, но дальше у вас другой путь. Вот, и этот путь надо принять, потому что вот реально новая работа избавит вас от больших трудностей, она будет более лёгкой для вас. Ну, вот такая интересная первая позиция. Перейдём к позиции номер два. Будете ли вы менять работу до конца этого года? Первая карта — ваше текущее состояние на работе. Солнце, вы счастливы на вашей работе, она вам очень нравится, она вас всем устраивает. Вы чувствуете себя на своей работе звездой или в центре внимания, или человеком очень почитаемым, уважаемым. Вы просто с радостью делаете то, что вы делаете. Вы чувствуете свою высокую миссию от своей работы. Возможно, даже на работе есть какой-то стимул, большой стимул к росту, к движению вверх, к творческому развитию. Вообще работу можете воспринимать как своё творчество, как своё развитие в жизни, ну, как человека, как личности. Что работа вас возвышает, она для вас как хобби, может даже, да? Это вообще не чувство, что вы работаете, а чувство, что вы занимаетесь чем-то, что вам просто в жизни нравится, чем вы увлекаетесь. То есть это очень хорошая для вас работа. Вы себя чувствуете себя в ней полностью удовлетворённым человеком по деньгам и по самой работе. Если есть коллектив, вы чувствуете себя хорошо в этом коллективе. И начальство для вас, если есть оно, то оно хорошее. То есть солнце — это полное удовлетворение. Если вы не чувствуете связи с этой позицией, она просто не ваша. Хорошо, давайте посмотрим, будете ли вы менять работу до конца года. Туз мечей и двойка мечей. Вы знаете, эти карты не говорят о том, что вы будете менять работу до конца года, но они вам говорят о том, что вы будете принимать какое-то решение. Может быть, вам предложат повышение, допустим, или какие-то перемены, или вам предложат альтернативный вариант работы, но вы будете думать, стоит или не стоит оно того. Я не думаю, что вы примете решение менять работу, но, по крайней мере, перспективы открываются. Также в этой работе, в самой работе, может начаться новый проект или дополнительное ответвление, очень интересное для вас. Новый проект — это наиболее вариант такой. Трактовки этих карт, как будто вы осуществляете на работе свою какую-то интересную идею. Также по работе могут приходить интересные, важные новости, бумаги, или вам предложат постоянный контракт, если вы еще не на постоянном контракте. Я продолжу. Вышла карта «Звезда» и вышла карта «Четверка Пентаклей». Но вообще до конца года у вас на работе может случаться что-то волшебное. Вы можете через вашу работу становиться популярным человеком или очень сильно возвышаться или в связи с работой даже ездить куда-то. И финансы, в принципе, будут довольно стабильными. Не сильно в плюс, не сильно в минус стабильными. Но если у вас есть цель сильно повысить финансы, опять же, по «Звезде» это реально. То есть если вы схватитесь за эту надежду, то вы можете это сделать. Но больше всего «Звезда» это нечто нематериальное. То есть вы добиваетесь полного внутреннего эмоционального удовлетворения на работе и, возможно, популярности. А деньги стабильные. Ну вот такая интересная у нас вышла вторая позиция. Работу вы менять вряд ли будете. До конца этого года. Так. Третья позиция, значит. Тигровый глаз. Будете ли вы менять работу до конца этого года? Первая карта. Как вы себя сейчас чувствуете на работе? Но, судя по императору, вы себя чувствуете очень важной птицей на работе. В том случае, особенно если вы начальник или руководящее звено, вы себя ощущаете на высоте и очень с большой ответственностью. Также император показывает иногда, что над вами кто-то давлеет. То есть есть тиран-начальник или кто-то, кто очень сильно давит на вас на работе и заставляет все делать. вы как будто под чьим-то можете находиться гнётом, особенно если вы не совсем лидер. Но если вы лидер, эта карта полностью подчёркивает вас. Вот ваш характер, ваши амбиции, ваше желание расти и дальше, вашу ответственность, добросовестное исполнение своих обязанностей, высокий уровень дохода, скорее всего. То есть, если вы себя не узнаёте ни в том, ни в другом варианте, как я говорила, вам в другую позицию. Здесь человек чётко всё делает. Ну, конечно, восторг может не испытывать, а просто чётко выполняет свои обязанности, всё по регламенту, старается на совесть работать, делает. Много дел у такого человека, много обязанностей, много труда может делать. Но при этом люди ходят даже к вам, наверное, за советом. Если же над вами кто-то давлеет, то вы без его указки ничего сделать не можете. Тогда это сильный начальник, очень сильный или руководитель какой-то, но очень сильный. Хорошо, давайте посмотрим, а будете ли вы менять работу до конца этого года. Однозначно. Однозначно вы будете менять работу до конца этого года. Вам стоит её отпустить. Рыцарь мечей и 13 аркан. Да, 13 аркан рыцарь мечей это назначенная смена работы. Это даже не вопрос. Либо в самом устройстве этой работы, в самом укладе распорядки дня или режиме или подразделение переезжает, то есть что-то меняется кардинально. Допустим, меняется адрес работы. если уж не вы увольняетесь, если даже вас не сокращают, не увольняют, не вы сами увольняетесь. Эти карты доказывают, что тогда работа переезжает, здания сносят одно, ставят другое или всё внутри переделывают, весь штат перетрясывают, меняют должности, как минимум должность, тогда вы смените. Или кардинальные такие, знаете, перемены, вот допустим, строительство дополнительного блока, там, да, цеха, что-то вот такое очень важное. Придётся попрощаться с прошлым, встретить другое будущее, из-за этого будут ещё крики, скандалы, понимаете. Ну, либо вот я говорю, что вы будете менять работу просто на другую. Но вот всё-таки если вы смените, да, вас сократят или уволят, или вы сами пойдёте, но тут, вы знаете, так резко отрубается, поэтому вот может что-то как такое внезапное, да, быть. На какую вы тогда смените работу? Мир. Король кубков. На очень важную какую-то работу смените, где вы ещё круче, ещё больше, ещё лучше. А если вы под гнётом были начальника, у вас будет работа, которая вам очень будет нравиться и будет добрым начальником, очень добрый человек будет ваш начальник. Если вы были императором сами по себе, да, на этой работе, вот что-то резко обрывается, там меняется, да, то вы переходите вот в мир и король кубков на другую важную работу, не менее важную, чем у вас была, тоже руководящую должность, и там вам будет вот всё по сердцу, всё очень нравится, вот прям от души будете работать. Вы знаете, возможно, работа будет связана с переездом, отъездом, или действительно ваша работа переедет, вы вместе с ней, но тогда там вот вам по душе это будет, по сердцу, да, всё будет там очень идеально для вас, хорошо, гармонично, спокойно. Кстати, вам, возможно, по роду, по долгу службы или там работы, да, придётся людей как-то выслушивать, быть, ну, как психолог для людей, да, как бы чутким быть человеком, и самому проявлять добро, и к вам будет проявлять добро. Как-то у вас сейчас жёстко, да, а будет как-то мягко, вот приятно, но всё-таки на какой-то высоте вы будете, вот, если вы под начальником работаете, у вас будет очень хороший, вот, очень добрый человек, и по деньгам вы нисколько не теряете, а скорее у вас будет даже, может быть, выше доход, так что не переживайте. Ну, вот такая интересная третья позиция. Всем спасибо за внимание, жду, что вы продолжите смотреть мой канал, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь, всем пока и до новых встреч.